Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Был в отношении с девушкой, расстались месяц назад. Если более точно, она меня бросила. Бросила по причине того, что я многим недоволен. Я подозреваю, что это был предлог, я проанализировал отношения с ней, снимал ошибки, свои недовольства, свои косяки. Принял их, просил её. В первое время было очень больно, сейчас боли нет, не родились, но всё равно тянет в прошлое. В целом отношения были неплохие, развивались быстро, она была в стадии развода, я был после долгих пятилетних отношений, можно сказать, друг другу нашли спасение и некое утешение. У неё есть ребёнок, которого я, к слову, не полюбил и не очень хотел проводить с ним время, но старался его принять. Были споры по поводу воспитания ребёнка. Только сейчас понимаю, что ребёнок это не моя, а её забота, и на данной стадии отношений я не должен был лезть с непривычными советами по поводу воспитания. Немного отклонился от темы, как забыть человека, почему тянет эти отношения обратно. Не хочу писать, что-то доказывать, тратить свои силы, мне стало лучшее, чем было с ней. Я занялся собой, своими проблемами, своими потребностями, делами. Я много раздумал в отношении к ней, что я вообще тут делал, но иногда тянет в прошлое. Почему? Возникает это в основном, когда ничем не занят, или когда проезжают места, где были вместе, начинают всплывать приятные воспоминания и начинают грустить. Как избавиться от этого и полностью отпустить прошлое, зная, что будущего с этим человеком нет. И не хочет. Ну, смотрите, здесь довольно неоднозначная ситуация, так скажем, в том смысле, что вы в отношениях с девочкой а вступили, находясь в определенной травме завершения отношений. Вот. После долгих пятилетних отношений, пишите вы. И вам, коли вам нужно было утешение, коли вам хотелось вот какой-то, ну, компенсации, да, вот, то мы имеем дело здесь с травмой расставания с предыдущей девочкой. У того расставания есть свои причины, есть свои основания, конечно же, но и у этого расставания тоже есть свои причины и тоже есть свои основания. И я бы сказал, Виталий, что поскольку это уже вторая девушка, с которой вы расстаетесь, я вижу здесь, ну, я вижу в этом некоторую такую систему, если хотите, если угодно. Я вижу в этом некоторую систему. Ну, вот, и на мой взгляд, на мой взгляд, если это система, вот, если это есть сценарий определенный, да, то вам нужна помощь, в первую очередь, по выходу из этого сценария, потому что он, скорее всего, будет повторяться и, ну, с другими. То есть, с другой девушкой, например, в других отношениях, например, эта история будет повторяться, к сожалению. Вот. Поэтому, вот, в первую очередь, нужно обратить ваше внимание на этот факт. Хотя, этот факт, он не единственный, да, то есть, у него есть, ну, скажем так, другие моменты, то есть, ряд других моментов у него есть. Ну, например, вы говорите, что девушка бросила вас, значит, потому что вот у нее предлог был. То есть, она бросает вас, потому что вы все время недовольны были чем-то, вы говорите, что это предлог, и говорите, что вы проанализировали свои ошибки, и говорите о том, что, ну, вот, действительно, в каких-то моментах, да, вы были, там, не правы. Вот. То есть, ну, я в этом вижу противоречия, потому что получается-то по вашим словам собственным, что не предлог, это у девочки был вас, ну, бросить. Это был не предлог. Получается-то по вашим словам, что были реальные причины для этого, по крайней мере, с ее стороны, и вы сами с этим соглашаетесь. Вот. То есть, вот тут вот вы, ну, как будто бы, рационализируете, что ли, тут вы, как будто бы, вот, в противоречии находитесь, скажем так, вот. Вот, и я бы сказал, что, ну, возможно, это нормально, что вы находитесь в противоречии таком, вот. Но, тем не менее, это противоречие, в том числе, также не дает вам возможности двигаться вперед, потому что, ну, вот, если вы, значит, ну, в одной ситуации считаете, что, значит, ну, что это только предлог, да, в другой ситуации вы говорите, что, ну, вот, то действительно у меня были там какие-то кофяки, да, хотя вот, опять же, я бы не называл бы ваши действия какие-то вот кофяками, да, потому что, ну, на мой взгляд, это не совсем корректно по отношению к вам, но, тем не менее, тем не менее, это следующий момент. Дальше. Вас тянет в прошлое, да, у вас, ну, есть, получается, значит, ну, какие-то ностальгические чувства, да, вот, и вы хотите, ну, туда, вернуться. Конечно, это связано, на мой взгляд, в первую очередь, с тем, как вы в эти отношения попали. Вот, попали вы в эти отношения в кризисном состоянии, попали вы в эти отношения в состоянии, когда вам хотелось лезть со своими советами, да, какие-то действия, вероятно, еще совершать. Вот, то есть, попали вы в результате компенсации, и вы пытались компенсировать в отношениях то, что, ну, может быть, потеряли вот свою травму, вот, и как вы пытались компенсировать, вы так и нуждаетесь в этом до сих пор, в компенсации, потому что та тенденция ваша, которую, ну, о которой вы пишете, та, именно тенденция ваша, она никуда не делается, вот, она остается, то есть остается травма предыдущих отношений, остается травма уже этих отношений, разрывы этих отношений, тем более вас бросили, то есть это вот не вы сами, да, получается, такое решение принимаете, а другой человек, то есть вы, как бы, ну, чувствуете, что от вас здесь не особо, вот, что зависит, да, и, естественно, это тоже травмирует, вот, в какой-то степени, потому что человек, ну, не чувствует себя вообще способным, да, на что-то управлять, вот, и чем-то управлять, вот, ну, в своей жизни, и это тоже травмирует, это тоже, ну, тяжело, это тоже тяжело, это тоже болезненно, так скажем, вот, и то, что вы говорите по поводу того, что вы занялись своими делами сейчас, занялись собой, своими потребностями, ну, потребностями, вот, и так далее, для нас это о чем говорит? Это говорит для нас о том, что вы, ну, были в зависимых отношениях, вот, для нас это говорит о том, что вы были в созависимых отношениях, скорее всего, вот, и именно потому, что вы были в созависимых отношениях, вас тянет обратно, человек никогда просто так в созависимые отношения не попадает, он попадает в них именно вследствие определенного обесценивания, определенного обхода себя, вот, и вы это делали в отношениях, вы обходили себя, вы жертвовали собой, по сути, вот, и сейчас жить для себя вам тяжело, потому что та основа для созависимых отношений, она сохраняется до сих пор, она никуда не делась, и, поэтому, вас тянет убежать от этого, вас тянет убежать в, вот, ну, что называется, убежать в привычную среду, да, где, может быть, не очень хорошо, а, где, может быть, ну, вам плохо, вы страдаете там, вот, но это более привычная история, более, может быть, определенная история для вас, то есть история, где вы, ну, как-то чувствуете себя более, уверенно, да, то есть, когда, вот, другой человек, да, другой человек как-то вас контролирует, определяет, и так далее, вот, вы чувствуете, ну, необходимость такую, чтобы делать для, ну, для него, вот, понимаете, да, и это вас тянет, то есть, это, вот, какая-то такая защищенность, по вашему мнению, конечно, это защищенность, вот, это какая-то уверенность, определенность, и в то же время, очень важно понимать, что, поскольку человек себя обесценивает, то он особенно привязан к своему состоянию с другим, то есть, то, как я себя чувствую с тобой, то, какой я с тобой, вот, вот, к этому вы тоже вполне можете приготеть, и вас это вполне может привлекать, хотя, хотя вы можете сколько угодно понимать, что вот так, как сейчас вы живете, да, вам лучше, вот, только потребности, ну, потребности, ваши потребности, они никуда не делись, вот, вот, к сожалению, и они дают о себе знать, вот, в виде, как раз воспоминаний, вот, в виде воспоминаний, в виде грусти, которая, в принципе, является нормальной самой по себе, да, вот, но с учетом вашего бэкграунда, вашей истории, вот, имеет некоторое, некоторое значение, поэтому, вот, вы говорите, да, как избавиться от грусти, а зачем от нее избавляться, ну, то есть, грусть, это чувство нормальное, грусть, это означает, что человек, давал, для вас имел какое-то значение, он был значим, и, на мой взгляд, не нужно избавляться от грусти, но ее можно проживать, ее можно прожить, ее можно исследовать, чтобы увидеть, что там есть еще, то есть, только ли о грусти, в данном случае идет речь, ну, вот, с вашей стороны, вот, и, скорее всего, нет, есть еще, скорее всего, есть другие тенденции, которые имеют смысл посмотреть и разобрать, вот, и я думаю, я думаю, что тогда, я, ну, вот, в таком случае, да, вот, я думаю, что вы не будете так сильно фиксироваться на грусти, вот, как вы это делаете, сейчас, вот, по моему мнению, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, вот, позволит вам начать на собой работу, удачи, обращайтесь!